Пункт Б той же самой, 250-й задачи, совсем другую делу. Докажите, что если у каждого рыцаря одинаковое, черное, ну, разумеется, положительное количество друзей, то Меркель может рассадить рыцарей за несколько круглых столов так, чтобы никто не сидел рядом со своим врагом. У Артура есть столики на двоих, на двоих, на четверых, как далее, сколько угодно. Ребята, задача выглядит довольно случайно и мало. А между тем она служила поводом для того, чтобы Николай Васильев написал одну из лучших своих статей. Эта статья называется «Иван-Царевич и серый волк». Идея такая. Оказывается, для того, чтобы разобрать эту задачу, вам нужно знать теорему Холла в различных представителях. На первых, я догадался, зачем. И вам нужно знать теорему Эйлера о Эйлеровых путях в Аттаре. Мы взяли по нему случайную задачу. И вдруг выяснилось, что одну из них, графишки, мы очень быстро решили. Ну, хорошая задача, простая. Пункт А, 250-й задачи. Мы сейчас вот долго вспоминали. И оказалось, что это теорема Дирака. Вполне себе уважаемая. В теории графа получает неизвестное утверждение. А, пункт Б, это оказалось даже не одна теорема. А, как-то, минимум две хорошие теоремы у Эйлера, задача кванта с первых дней своего существования был для, что называется, математики. То есть, это не школьные контрольные, где нужно проверить, выучили форму, скачиваем умножение, или выучили, или метил самостоятельно, значит, нечисто или нет. А это всегда задачи, которые имеют какое-то общематематическое, серьезное значение. И, соответственно, поэтому очень полезно, даже если вы училища, очень полезно почитать формулировки этих задач, ну и, может быть, какие-то из них все-таки задавить исследования.